Главный итог визита Приднестровской делегации в Москву – подписание межведомственных меморандумов между министерствами и ведомствами России и нашей республики. По словам президента, основной целью этих документов является продвижение и развитие экономических связей между двумя государствами. Нам нужно искать пути, каким образом будет функционировать Приднестровская экономика, в каких условиях. И вчерашнее подписание меморандумов отвечает частично на вот эти вопросы, каково будущее Приднестровской экономики. Глава государства отметил, подписанные соглашения направлены на развитие социально-экономического сотрудничества между Приднестровьем и Россией, а также на решение злободневной проблемы для нашего государства деблокирования транспортных маршрутов. Визит показал то, что Российская Федерация, российское руководство последовательно выполняет нормы международных документов в рамках тех обязательств, которые Россия приняла на себя. В ходе брифинга для журналистов президент подробно рассказал о влиянии украинского кризиса на Приднестровье. Событие в соседней стране негативно сказывается на нашей экономике, ухудшила ситуация и с перемещением граждан через границу. Часть граждан Приднестровья, которые являются гражданами Российской Федерации, в первую очередь это представители мужского населения Приднестровья, они находятся в положении, при котором они не могут пересечь Приднестровско-Украинское участок границы при наличии российского паспорта, российского гражданства. Украинская сторона мотивирует это тем, что это некие режимы безопасности, и они их ввели для защиты, безусловно, своих интересов. Более того, из-за ситуации в Одессе, той трагедии, которая там произошла, некоторых инцидентов с нашим транспортом, который перемещается через Украину, мы отмечаем, что практически в три раза упал пассажиропоток через Приднестровский и украинский сегмент границы. В Приднестровье выступают за нормализацию отношений в газовой сфере между Россией и Украиной. Об этом заявил глава государства. Он напомнил, что наша республика получает российский газ, который идет транзитом. Голубое топливо используется для обогрева социально-культурных объектов и жилого сектора. Кроме того, на нем работают наши промышленные предприятия. Мы знаем, что это такое, когда вынуждены останавливать предприятия, когда вынуждены экономить газ для детских садов и так далее. У Приднестровья нет собственных энергоносителей, поэтому поставки газа в Приднестровье для нас является важным стратегическим аспектом, вопросом. На сегодняшний день, пока газ поступает стабильно на территории Приднестровья, и надеемся, что так оно и будет в ближайшем перспективе. Большинство вопросов, заданных журналистами, касались соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Эти документы недавно подписали Молдова и Украина. Евгений Шевчук объяснил, какие риски для Приднестровья несут эти договоры. Риски связаны, в первую очередь, с жесткими правилами технического регулирования. Второе связано с квотированием поставок определенного вида продукции. В соответствии с этим соглашением определяются квоты по различным подгруппам. Следующее, что с учетом новых правил, например, по отдельным отраслям, государство не сможет оказывать государственную поддержку целой группе предприятий, потому что это может быть расценено европейскими партнерами, как формирование условий для демпинга продукции. И таким образом включаются защитные механизмы. Молдавско-европейские соглашения вот-вот вступят в силу. В Приднестровье это учитывают, поэтому сейчас активизируется работа со страной-гарантом России. Между государствами налаживаются прямые экономические связи для минимизации негативных последствий внешней политики стран-соседей. Александр Логутин, Первый Приднестровский телеканал.